Квоту на вылов семги в Неницком угруге могут существенно сократить. И связано это далеко не с отсутствием водных биологических ресурсов. Все дело в том, что за сезон 2017 года была выкуплена лишь малая часть разрешения на лов семги. Неницкие рыбаки решили вдвойне сэкономить и выкупать лицензию на сега, но ловить в том числе и рыбу из семейства лососевых. Причем зачастую происходит это недалеко от окружной столицы. Хитрых рыболов на контроль взяли сотрудники Центра природопользования и охраны окружающей среды. В один из таких рейдов отправилась и наша съемочная группа. Ранним утром отправляемся на близлежащие к Наринмару рыбопромысловые участки. Спустя несколько километров встречаем первого рыбака, который трясет сети. Завидев катер Центра природопользования, мужчина тут же выбрасывает за борт пойманную семгу. Инспекторы констатируют, рыбак все делает по закону. Здравствуйте, у вас ИП или разрешение? Мужчина демонстрирует разрешение на вылов сега. Теперь становится понятно, почему рыбак так спешно избавился от семужьего хвоста. Впрочем, нарушения у любителя налицо. Он ведет промысел за границей городской рыболовной тони. Я подъезжал к той, как обычно, тони, волна большая, дальняк. Говорят, там, на той лучше, тони, тоже городская. Поехал. На горе нарушителя составляют протокол об административном правонарушении. И сразу после отправляемся дальше. Курс на рыбопромысловый участок Чайкино. Здесь, на реке, не души. Все труженики Голубой Нивы на берегу. Квотой ты довольны? А? Квотой. На зельде я не доволен. На семгу? Меня устроит. Устроит? Ну, мы на следующий год можем ее лишиться. Просто на все. Ну, в связи с тем, что берут лицензию на сега, она дешевле. К семгу же квота не вылавливается. Понятно. И все, и на следующий год нам ее урежут. Ну, а как, если сами рыбаки и так поступают? Михаил Федурин – рыбак с многолетним стажем. Признается, на реке отдыхает душой. Рыбу вылавливает в основном для себя и родных. Поэтому его особо не пугает снижение квоты на вылов семги. Мужчина вообще считает, надо сделать единую лицензию на все разрешенные виды водных биоресурсов. Брал дважды лицензию на семгу, реализовал. Попало по штучке, тот и другой раз. Так что меня устроит. Сейчас взял на сега. Ну, хода нет, к сожалению. Давай кого-то цедим, да. На волне. Качаемся. Эту ситуацию иначе, как парадоксальной и не назовешь. Ведь в прошлом году за разрешениями на семгу стояли огромные очереди. Квоты не хватало. Но как только в 2017-м квоту увеличили, она почему-то оказалась невостребованной. Рыбаки округа сами себя перехитрили. Берут квоту на лицензию на сега. Она стоит дешевле. Плавают. Вот сегодня пример был такой. С 45-кой плавают и ловят семгу. Хотелось призвать рыбаков, любителей, все-таки использовать квоту на семгу. Да, она дороже, но и рыба, естественно, семга ценнее. Беспокоят сотрудников Центра природопользования и другие проблемы в сфере рыбопромысла. Особенно удручающая ситуация складывается на нерестовых реках Запада. Речь идет о территориях, где сейчас создается особо охраняемая природная территория – Северный Тиман. За лето инспекторы не раз вылетали в районы устьев рек Индиги и Воланги. Местные жители ставными сетями просто-напросто перекрыли ход семги. На следующий год у нас, конечно, там будет выставляться пост и так далее. Но нужно и людям понимать, что нерестовые реки перекрывать – это значит губить стадо. Сегодня ты поймал, не запустил в реку, рыба не отнерестилась, завтра ее может не быть. Хотят все сегодня и прямо сейчас. Но так не бывает. В целом же ситуация на реках Нинецкого округа стабилизируется. Как отметил Игорь Кисляков, браконьеров становится меньше. До людей наконец-то дошло. Легально ловить рыбу и выгоднее, и себе спокойнее.